Я Валера Заненко. Сегодня мы поговорим с двукратным чемпионом Европы, с заслуженным мастером спорта по настольному теннису, с Евгением Щетининым. Жень, привет! Нормально слышно, да? Да, да, связь вроде установлена с Германией. Москва-Германия, связь есть, да. Моя первая ракетка такая профессиональная в 82-м году, наверное. Мне было 12 лет. Это первая моя профессиональная ракетка. Папа выделил по тем временам приличную сумму, по-моему, 160 рублей. Он был инженер, хотя у него зарплата была 180 рублей, но 160 рублей, я помню, заплатил за две накладки. Не помню, деревяшка это была моя или нет. А это стига шведская что-то было? Нет, нет, нет. Я начинал тогда. Я сразу начал с Баттер Тай. То есть у меня была первая моя ракетка Текинис Драйв. Это более такая толстая она. Она была 2, по-моему, миллиметра. И фейнт-лонг уже классический фейнт-лонг. Две черные накладки в 82-м году, то есть за 160 рублей, да. Я до сих пор помню, родители выделили мне на ракетку. А в 83-м году, по-моему, может быть, в 84-м. Врать не буду. Не уже, ну, блин, уже прошло сколько лет, да. Все, цвета, все, официально цвета должны стали разными, чтобы были. По-моему, с 1 января 84-го года. Может, 83-го года. Все. Красное и черное. Все. То есть надо было купить опять накладку, да, соответственно? Ну, да, понятно. Не износилось, грубо говоря. Ну, тогда я помню, что, да, хорошие были, качественные. Качественные накладки я, по-моему, вот этими накладками пару лет точно я играл. Они там ничего не испортились, ни пузыри не появились, ни шипы там посеклись. То есть я достаточно долго этой ракеткой играл. Но, а потом я уже решил, толстоватая накладка для меня, я так чувствовал, что-то не то. И я перешел на более тонкую. 1,3 у меня сейчас. И всю жизнь я уже больше 35 лет у меня обычно накладка. Не обычно, а всегда я играю 1,3. Ну, а я перешел сейчас, ну, как сейчас, не сейчас, а как раз вот, как раз вот, что мы вспоминаем. Курмайор 2003 года. Я еще, это последний, наверное, мой чемпионат, когда я еще играл Текенесом и Фейнтом. А уже через год, а через год я уже перешел на ТСП. Потому что Беттерфляй по какой-то причине, они перестали выпускать Текенес Чоп классический, который тогда был. Они сделали Текенес Чоп 21, по-моему, назывался. Ну, какой-то другой, ну, другая немножко накладка. В общем, мне она не подошла. И я нашел неплохой вариант. Трипл спин Чоп ТСП. И, соответственно, и Шипы тоже там ТСП были. То есть, и вот уже я 17 лет уже играю этими накладками. А как это получается? Ты нашел эти накладки, попробовал. И потом говоришь, ребята, давайте с вами контракт закручим, да? То есть, от тебя пошло предложение, или они сами обратились к тебе? Вот ТСП в компании. Ну, не, наверное, от меня. Когда я нашел, просто там были, да, контакты с ТСП, тогда она вот популярная фирма была в Японии, достаточно крупная фирма до сих пор. Правда, сейчас там, сейчас, к сожалению, я тоже должен буду, потому что я еще достаточно активно играю. Но ТСП, как бы, есть такая сейчас фирма Виктос. Ну, а как бы они вместе взаимосвязаны, все. Ну, и Виктос, как бы, поглощает ТСП, и в скором времени такая марка, как ТСП, скорее всего, вообще она исчезнет. Будет только Виктос, такая фирма. Ну, вопрос, будут ли они делать такие же накладки, да, которые мне нужны, вопрос. Поэтому, да, сейчас у меня пока еще небольшой запасик есть этих накладок. Ну, раз вы, вот, касуясь фирма Таря, скажи, пожалуйста, а ты вот как выбираешь накладки? Вот тебе приходят шипы, а одни приходят, или 10 штук, или 5, как ты выбираешь? Просто пробую. Потому что, к сожалению, да, последние годы качество страдает. Реально, если я вспоминаю 10 лет назад, если там из 6 накладок я мог сказать, что 2 хорошие, 2 средние, 2 плохие. Вот, в упаковке приходят, допустим, 6 накладок. Я обычно по 6 заказываю, но мне присылают, и я все попробовал. То сейчас, к сожалению, в лучшем случае, не знаю, одна накладка, если более-менее хорошая, это уже много. То есть, одна из 6. А это на столе не пилят? Или как определяешь вообще? Нет, я просто ставлю и играю. Реально, то есть, причем такая большая разница. То есть, накладки с одной, одна серия, одна упаковка, одна мягкая, другая очень твердая, третья вообще там непонятно что. То есть, вот, к сожалению, да. А какая тебе нужна именно? Вот какую ты выбираешь? Какие особенности? Игра на счет определяет, да? То есть, вот, игра в дальней зоне, в ближней, прием подачи, что именно? Нет, конкретно, где там на столе, что нет, именно чувство. Чувство. То есть, есть накладки, вот, я, конечно, если я ее нахожу, я ее уже берегу, чисто к важнейшим турнирам. Реально, настолько большая разница, настолько, если находишь свою накладку, которая вот, именно чувство, не важно, что ты делаешь, но вот, когда ты находишь свою накладку, то чувствуешь, что ты с мячом можешь сделать все, что угодно. Запилить, плоско отдать, мяч реально летит на стол, то есть, это как бы, ну, чувство. То есть, только, если вот, буквально, как будто это не накладка, как будто ты играешь не накладкой, не ракеткой, а как будто вот ты рукой своей играешь. Вот, вот такое чувство, если ко мне приходит, то это все, это значит, накладка отличная, и все, я ее уже только использую на самых важных мероприятиях. Это относится и к правой стороне вообще? Так, нет, так это, это в первую очередь только к гладкой. А, гладкой. Именно, это только к гладкой. Шипы, шипы, для меня такая, левая сторона всегда была для меня не самой важной. То есть, мое основное оружие было именно справа, гладкой, сильно подрезать мяч. Это, да, когда я мог и на столе срезать, допустим, подачу, когда такую подают сюда под право. Сейчас я, к сожалению, уже это потерял. Я мог и его настолько сильно, да, сразу этот короткий, верхний, верхняя подача такая коротенькая, которая шла под право. Да, да, в принципе, самая, наверное, неудобная такая подача. И я мог ее раньше именно спилить, срезать, что на меня никакой мощной атаки не шло. И все, завязывалась игра, которая уже была мне выгодна. То есть, это очень важно. Это мы говорим про супер спин, чоп, вот так называется, да, на полном накладке? Нет, она называется, нет, сейчас я играю, да, трипл спинчоп называется накладка. Трипл спинчоп. Трипл спинчоп называется накладка, но дело не в названии, потому что я до этого 20 лет такими сам играл, чопом. То есть, то же самое, то есть. То же самое, выбор был тяжелый, то есть, одна из шести, грубо говоря, ну так и есть. Да, 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 то есть, ну скажу, конечно, честно, что 10, даже 10, 5, 5 уже лет назад они испортились сильно, но 10 лет назад материал, конечно, был намного качественнее, чем сейчас. То есть, вот это мое такое мнение, пускай фирмачи там не обижаются, но это что есть, то есть. А вот что касается, да, вот ты убиваешь, как она убивается, быстро, не быстро, вот именно по таким ощущениям, как, сколько держит тебя накладка справа? Не, я играю, я играю, мне нравятся более такие старые накладки, то есть я играю новой, редко я тогда начинаю соревнования, чтобы была новая накладка. То есть, я, она отбитая у меня, старенькая, и я играю. Ну сколько, примерно хотя бы, Жень, сколько отбитая, это что такое, часов, можно сказать, может быть, или... Ну, многие, многие удивляются, там, и те же, там, и игроки, и судьи, когда смотрят мою ракетку, и говорят, ой, что она такая там облезлая там, ну, что сделать, нравится мне накладка. Ну, то есть, я могу сыграть с накладкой 5-6 турниров таких крупных, допустим, то есть это даже не десятки, это, ну, сотню матчей одиночных я могу сыграть. Одной накладкой, это чтобы, ну, она же пробита, то есть ты ее пробил где-то тренировки, допустим, и потом 5-6 турниров можно сыграть. 5-6 турниров, там по 7-8 матчей, даже думаю, что и больше. И то же самое это относится к шипам, то есть я играю достаточно долго, уже потом приходит такое чувство, что все, шипы, да, они уже как бы теряют со временем эластичность, если правильно сказать, все, уже чувствуется, что они становятся более-таки жестковатые, неэластичные, все. И я как чувствую, что мяч уже не обрабатывается так, как надо, то я тогда уже меняю. Ну, это тоже может быть 3-4 месяца и даже больше. Бывает такое, что в игре ты понимаешь, что что-то шипы уже не тянут, ну, там, или как-то там, постеклись, грубо говоря, бывает именно в матче понимаешь конкретно? Нет, в матче, не, это чувствуется, да. Но это просто, что я уже заранее знаю, что если эта накладка староватая, и вдруг она, да, в каком-то матче уже тоже начинает, чувствуется, что как бы не тот отскок, то это я уже понимаю, что все, все, эти шипы себя изжили. И поэтому понятно, что я их уже сразу выкидываю и уже ставлю новую. У тебя одно основание вообще, которое ты тестируешь? Или есть еще основание, которое у тебя для проб каких-то там где-то тестируешь? Нет, нет, у меня, у меня, у меня мое основание уже, ну, наверное, может и время уже его поменять, потому что я так пару раз уже там и ремонтировался, но я своим основанием играю уже около, не около, да, 30 лет приблизительно моему деревяшке, моей деревяшке. С 90-го года. С 90-го года, 30 лет она уже чиненная, перечиненная, перелатанная, ну, оно меня устраивает. Это самодельная какая-то история, да? Ну, как самодельная, это не совсем, нет, это не совсем самодельная, это была в Питере фирма, был мастер такой Ермаков, если кто может, я не знаю, но наверняка люди помнят, может ты тоже помнишь деревяшка. Достаточно была фирма, достаточно крупная, они давали женские имена своим этим деревяшкам, то есть у меня, допустим, Анна, а были там тоже, не, серьезно, а были, не, ну, это было достаточно неплохо, неплохие деревяшки они делали. И вот Ермаков, да, и вот он мне сделал эту деревяшку, и вот я как-то и попробовал, и она мне подошла настолько хорошо, что, ну, понятно, что подошла, раз я уже 30 лет и играю. Аннушка бы вручала много раз, да? Анна, да, Анна, да, там, хоть супругу зовут Наталья, но она, я думаю, не обижается, да. Ага, и, да, я потом тоже заказывал еще несколько, просил, чтобы сделали похожих деревяшек, но, увы, таких, да, я там получил их там десяток, попробовал, но все не то в итоге оказалось, ну, и... Тоже ощущение, то есть не скорость, а именно ощущение тоже, да, вот основание? Не-не-не, конечно, только чувство, причем здесь скорость там или не скорость, ну, если деревяшку взял, если она чувствует, что, да, она твоя, она к тебе подошла, конечно, тогда, да, но когда играешь и чувствуешь, не чувствуешь вот этого вот именно момента, как будто это там не деревяшка, а твоя рука, и все, тогда, конечно, это все сразу... Это все отбрасывается сразу. В Википедии написано, что у тебя карбон, 3 плюс 2 карбон, но мне кажется, карбон тогда еще даже не очень знали. Не-не-не, самое интересное, что там есть, реально там, по-моему, два слоя карбона есть, но я, честно говоря, на этом не заморачивался никак, поэтому... Есть карбон, есть, какая разница? То есть, мне это абсолютно неинтересно. Сейчас я хочу, кстати, самое интересное, буквально сегодня, вчера вечером и сегодня утром я там с одним мастером разговаривал. Он делает деревяшки для защиты, хорошие деревяшки делает. Там мой приятель, Хузяк Йосип Хорват, он тоже защитник, тоже у него игра построена на сильном нижнем вращении, и он ему делает деревяшки. И вот я буквально вчера, я еще вчера еще играл турнир в Челленджер здесь, в Германии. Единственный, к счастью, турнир, который еще не запретили из-за этого ковида, то есть, поэтому так, какая-то отдушина, то есть, есть сейчас возможность тоже съездить, немножко поиграть, потому что лига уже с конца октября закрыта, поэтому только челленджеры, да, есть возможность немножко развеяться, иначе, конечно, тяжело. Все закрыто, фитнесы закрыты, бассейны закрыты, сидеть дома тупо, конечно, неприятно. Спасает челлендж, да, спасает спортсменов, профессионалов тем более. Очень, очень сильно, да, потому что реально. У нас сейчас просто, вот, допустим, Лига про московская, она больше ориентирована на уровень игры пониже, то есть, может быть, я не знаю, есть какой-то выгода у организаторов, что играют игроки с более низким рейтингом, может быть, там есть какая-то, скажем, больше неожиданные результаты, вот, я не знаю, но сейчас больше у нас с этим связано, что сильных турниров мало в Москве, по крайней мере. Вот хотел узнать еще, мастер это уже не делает, да, соответственно, наверное, ну, как бы уже был в возрасте, да, который твое основание, то есть его сейчас... Ну, да, ну, дай бог, что я его последний раз видел, я тогда, когда еще раз в России выступал, с 2008 по 2013 год, когда за УНК играл, были туры в Питере, и я тогда еще с ним общался, он даже там сделал именную там деревяшку там с моей фамилией, не знаю, может... Ну, чуть-чуть не то, да, чуть-чуть было, ну, не то, да? Ну, не то, да, не то, поэтому, то есть, я вот сейчас вот, может быть, вот, про человека, который здесь, в Германии живет, он для этого Хузика сделал неплохую деревяшку, я вчера попробовал ее, учитывая, что, ну, это, конечно, больная тема сейчас с этим, с новым мячом пластиковым, который, конечно, стал, ну, можно сказать, могильщиком, да, защитных игроков защитного стиля, потому что, реально, новый пластиковый мяч, конечно, ну, просто не пилится, не подрезается, поэтому сейчас уже люди просто тупо наносят удар, и мяч летит на стол, и все, и для защиты, конечно, это стало уже... Резко ощутил этот переход с мячом сразу же, прям вот, первый же турнир было тяжело, или сразу же, да? Сразу же, то есть, этот мяч ввели в середине 17-го года, по-моему, если мне не изменяет память, и сразу же, то есть, это... То есть, я начал бороться с людьми, с которыми, и даже проигрываться, которые раньше за соперников даже не считались у меня, то есть, я обыгрывал, причем таких игроков серьезного уровня, типа, не знаю, Касовский какой-нибудь, там, допустим, Поляк, там, или, там, Чехи, те же, там, Враблик, или, там... То есть, ну, игроки сильного уровня, не говоря уж там про... Про, там, на челленджерах часто играют латиносы, то есть, там, с Южной Америки люди, которые, ну, раньше реально мяч не могли перебить через сетку, сейчас они... Сейчас я с ними борюсь, то есть, ну, еще почти всегда обыгрываю, но это уже требует реально намного больших затрат. Ну, опыт, да, то есть, как бы спасает только опыт, грубо говоря, то есть, знаешь, когда что подать, да, куда что сыграть? Ну, опыт, опыт, опытом, но при этом приходится, к сожалению, я сейчас в 50 лет бегаю больше, чем я в 30 лет бегаю, то есть, это, это же тоже ненормально. Если раньше я знал, что здесь подрезал, здесь плоско, и все, и человек ошибается, то сейчас люди уже сейчас просто мяч перебивают без ошибок, особенно, допустим, в откидках, то есть, в обычном вкаче, если раньше люди, люди реально, допустим, ты подрезаешь мяч, каждый второй мяч человек не мог просто откинуть на стол, там, сетка или за стол, то сейчас почти все просто стоят и тупо так, неважно, что там летит запил, хотя такого запила нет, как раньше, плоско, просто стоят и перекидывают мяч на ту сторону, и, соответственно, мне приходится и другому защитнику приходится совершать больше, больше движения, да, бега туда-сюда, туда-сюда, ну, это же тоже затраты, которых раньше не было физически, поэтому, да. Думаю, что, к сожалению, что скоро защитники вымрут, вымрут как класс, то есть, вот, это мое такое мнение по этим нововведениям. Жень, а первый переход в 13-м году, который был, по-моему, Беларусь Open был первый турнир, которые там мяч ломались первым же ребром, не помнишь этот переход, он не такой был? А, нет, нет, да-да, нет, я помню, нет, то предыдущее поколение пластиковых мячей абсолютно нормальное, оно было практически, да, они ломались очень часто, но они были очень похожи по своим свойствам к старым целлоидным мячам, то есть, там с ними можно было сделать все, что угодно, то есть, и сильно подрезать, и, то есть, они были очень похожи, реально были очень похожи на целлоидные мячи, а я сейчас беру уже поколение этих пластиковых мячей, которое вот пришло с, ну, буквально, 3-4... ДХС эти, что, про-тур, там, да, про-тур играют, я в лиге пару матчей сыграл, там, там, там реально, там летит, это не мячик, это как тот же этот самый, как тот же Хузик, который я сейчас вспоминал, этот хорват-защитник, шутит, говорит, мы сейчас не в настольный теннис играем, а в сквош, то есть, это реально... Реально, ну, типа, да, летит, летит, летит твердый какой-то мяч, который, реально, с ним ничего не можешь сделать, и все. А кто, нападающий, у кого есть сила, он просто так тупо в центр мяча бьет, и он летит на стол, и все, и пробивается, и все. Жень, а вот у тебя были мысли вообще по поводу смены накладок в 17-м году, в 18-м, вот уже 3 года, может, что-то попробовать хотел? Пробовал или отвлечет? Ну, да, я, кстати, нашел достаточно неплохую накладку, но она чуть-чуть глоб, я думаю, что глоб 9-9-9. Мне очень понравилась накладка, я пару турниров сыграл, причем так достаточно тоже удачно. Единственное, она чуть-чуть быстроватая для меня. Причем я взял самую медленную, тонкую, да, самую медленную, или там есть вариации? Нет, там есть, там еще есть более жесткая губка, там у них, у китайцев, там у них тоже своеобразная градация. Я взял, у них там 37, по-моему, градусов, или там, не знаю, каких-то измеряют, это самое как бы медленное, или более мягкое, я даже не знаю. Наверное, может, чуть более мягкое, есть 40, и там даже 44, там некоторые люди, допустим, тоже Хузик, он играл, это он мне посоветовал, потому что он там, он в поиске находится, да, и мы с ним часто встречаемся, сейчас вот тоже он челленджер играл, вот он советует мне вот эту, посоветовал мне эту накладку, я, в принципе, попробовал, остался достаточно доволен, достаточно качественная, качественная накладка. 1.3 тоже, да, или что там, какие у них? 1.0, 1.0, может, 1.0 и 1.3 где-то приблизительно так. Приблизкая к этому. То есть, получается, какие качества у него есть такие, что вот нету у ТСП накладки, да, вот этого трипела, что там есть такого, что он подкручивает просто этот мяч, да, получается? Да, то есть, во-первых, да, может более, да, это, наверное, самая накладка, которая может придать самое сильное вращение мячку, да, это вот, это показатель такой, ну, а для тех, кто за счет этого, да, основное оружие, если запил справа, то, то это, конечно, важнейшее показатель. Что по шипам? Есть какая-то там, пока ничего, да, то есть, и не пробовал, в принципе? По шипам, по шипам, к сожалению, сейчас и раньше еще в те времена, когда были шипы такие, ну, реально, неважно, фейнт лонг там или трипл спинчоп, это, что сейчас я играю. Все ведущие спортсмены, все ведущие игроки серьезные, они, они в основном играли только на шипы, то есть, они, сильные игроки не ошибаются. Я имею в виду, накладки пробовал или ты какие-то другие? Нет, я пробовал, я тоже немножко что-то там, как-то так одно время завелся, там, закупил и губки различные, там, и китайские, и японские, и сам там что-то клеил, переклеивал, но, честно говоря, ничего, не нашел ничего лучше. А вот сейчас можно представить, да, что вот по ощущениям ты хотел бы получить от шипов сейчас? Вот есть такое вот, что ты вот искал, что хотел получить, или так не можешь сказать? Нет, тут дело даже не в шипах. Шипы-то, хотя они немножко изменились, тоже не в лучшую сторону, к сожалению, не знаю почему, еще даже, даже еще до этого нового мяча, пластикового, который там два-три года назад пришел, тот же Чен Ли Син, которого, я думаю, мы еще вспомним, да, или Хан Янг, допустим, это немецкая сейчас защитница, одна из ведущих в мире. То есть мы с ними тоже, я с ними разговаривал, и они спрашивают, что такое, что-то случилось с шипами, какие-то не те стали. Они оба играли triple spin, curl P1, что и я сейчас играю. И в итоге Чен Викси, не знаю, перешел он на что-то или не перешел, но Хан Янг, немка, она в итоге отказалась от этих шипов и перешла на короткие шипы тоже китайские. Но у девочек там попроще, все-таки скорость не такая высокая, там можно не так четко выбирать. С этим я согласен. Ну, тут дело даже не в шипах, а в первую очередь из-за проблемой мяч, то есть там неважно, какие шипы, суть в том, что этим мячом невозможно придать такое вращение, как раньше. Чен Викси тебе не советовал, там у него есть серия Йола, по-моему, так и называется, Чен Викси, по-моему, CHV. Ну, он как бы выпустил, но не играл именно, наверное, да, то есть он больше, наверное, играл с curl. Да-да-да, он тогда играл точно curl, а справа, если вернуться в 2003 год, он играл какой-то китайской накладкой, честно говоря, не помню. Не исключаю, что тем же globe, да. Но китайская накладка-то точно у него была. То есть, ну, китайские, реально, китайские накладки, конечно, мне очень понравился globe, и я вот сейчас, тем более, если сейчас TSP перестанет выпускать этот triple spin chop, то я, наверное, наверное, да, чего-нибудь буду уже, да. Ну, globe, globe пускай для начала. globe, ну, у меня, у меня вон там есть пару, пару-тройку я уже закупил, поэтому тут плюс еще есть такой нюанс, допустим, можно именно использовать губку найти хорошую и клеить просто вверх, не полностью накладку покупать, а именно брать только верхний слой и клеить на свою губку, и тогда немножко она становится, накладка чуть-чуть медленней, то есть это тоже сейчас, это важно, она становится чуть-чуть медленней, и тогда, может быть, чуть-чуть больше времени есть, чтобы этот мячик, да, чтобы немножко обработать и хоть чуть-чуть, да, что-то, какое-то вращение нижнее придать. Я не знал, что можно купить гладкую, короче, только верхний слой, ну, я правда не знал, может, самому надо отклеивать, нет, такое есть, что просто приходит верхний слой, такого я купил. Есть, 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 есть такое, есть, именно глоб можно купить, но это в Китае, я пару раз в Китае заказываю, не-не, там, да, заказываешь, приходит только верхний слой гладкий, а уже губку, ну, тут губка, кстати, губка, это тоже настолько важная вещь, что, то есть многие китайцы, я еще помню в те времена, еще далекие, я со очень многими китайцами когда общался, очень многие китайцы меняют только верхний слой, только губку они ставят на год и меняют только в течение года, там, несколько, там, сколько там им надо верхний слой. Ну, это такие губки, наверное, демпфирующие, да, называется, может, видел, такие есть черные, у материал-специалист такая фирма немецкая, черные, другие губки какие-то, еще медленнее? Не-не-не, просто классические губки, но вопрос, что нужно найти, найти нужную именно для тебя, и они потом, многие игроки, очень, очень долго не меняют, именно губку не меняют, если меняют только верхний слой. А уж там черная она или не черная, это уже... Да, именно губка, я просто знаю, самую медленную, которую я пробовал, это вот материал-специалист, демпфирующая губка такая, так она и называется. Не, ну я, если честно сказать, я не сверхбольшой специалист в этом, потому что, я говорю, вот только сейчас немножко жизнь заставила, к сожалению, из-за нового мяча, поэтому я так немножко поэкспериментировал, но, честно говоря, так не... в итоге до сих пор играю классическими накладками, что справа, что слева, да. Ну, а сейчас вот, я говорю, сейчас, может, попробую немножко, да, если перестанут выпускать. Ну, судя по всему, ее уже перестали выпускать, эту мою накладку, поэтому я уже буду, опять придется что-то искать. Ну, я вот думаю, что глоб, возможно, да, глоб, возможно. Тут, не так далеко от меня, где я живу, фабрика находится, фирма, как это называется, в Германии, которая крупнейшая, крупная на самом деле, крупная фабрика, которая производит накладки практически для любой фирмы, для всех фирм они делают, и для Типхар, Гево, Ксиом, Доник, Йола. То есть, прям рядом с тобой где-то находится, да, завод, получается, где-то рядом? Относительно, да, крупная фабрика, то есть, сейчас, увы, учитывая из-за этого, да, из-за короны этих мероприятий, так они сейчас намного меньше работают, но так они, когда заказ приходит, крупный заказ, то есть, допустим, вот не так, ну, в этом году я не буду брать, а в прошлом году такие заказы идут, там, по 100 тысяч накладок от Ксиома, там, 200 тысяч накладок от Типхара, то есть, ну, там в три смены, три смены фабрика работала, сейчас, увы, нет, то есть, ну, там вот сейчас, как они откроются, после, сейчас, ну, и праздники были, плюс сейчас это, да, ограничения здесь в Германии до конца января еще полностью тут, да, все, все, реально, все закрыто, 60 километров от меня, то есть, я уже там с ребятами, которые там это все делают, договорился, может быть, подъедут, и там уже, может, с ними чего-нибудь там поищем. То есть, ты можешь подъехать на завод, грубо говоря, и сказать свои какие-то, что ты хочешь, они могут, в принципе, и под тебя сделать, да, ну, как что-то попытаться, грубо говоря. По крайней мере, да, чего-нибудь, да. А не было у тебя в смысле выпустить своего имени, там, накладку, допустим, вот какую-то там, если они найдут, там, предложить им такой вариант? Нет, 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 тут, к сожалению, и то, они так настолько, там, настолько скептически относятся сейчас уже к защитным всем, всем, всему материалу, ну, не пользуются спросом, то есть, очень мало людей сейчас, которым нужен защитный материал, поэтому... Грубо говоря, даже защитники играют многие нападающими накладками, да, поэтому... Да, то есть, у них, им, им интересно, да, бизнесу интересно, да, вот 100 тысяч, там, этому продать чисто, там, нападающие накладки, а, там, 100 защитников их не интересуют, поэтому тут тоже, тоже в этом плане такие проблемы. Спасибо. 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 Спасибо.